А, Марк, ты повесишь еще... Он только в высоком строре звучит, а в шарике. Я вырос, помню, я вырос в лесах, в горах и на бейсбольном поле. Полюбил театр очень сильно, потому что мне казалось, что интересно рассказывать истории, рассказывать их для других. Я узнал, что есть такая русская школа. Всегда говорили нам про Станиславского и про его метод, и про то, как он придумал, как он делал некую революцию в театре. После него все стали заниматься театром совершенно иным способом. И я всегда думал, о чем они говорят, и почему они не могут это показать мне. В Колорадо не так читают книги, как в Москве или в Петербурге. Когда моя преподавательница предложила мне читать «Чайку. Налог Кости», я первый раз не страдал от этого чтения. Я первый раз как бы зашел в какой-то мир и хотел там оставаться. И не было желания закончить это как можно скорее, чтобы бегать по улицу, например. До сих пор всякие байки о том, как русские актеры могут считать мысли без того, чтобы разговаривать. И то, что вкладываются, вкладываются и живут искусством. Постепенно я думал, ну как оказаться в России. Привет. Они должны быть одинаковые там или как тоже? А их можно как-то, да, точно, можно как-то повесить, как будто это солярная система. И потом, наверное, следующий большой шаг – это прочтение биографии Михайлова Чехова. И когда я уже вот подпитал это желание немного, я видел объявление однажды просто в коридоре в университете, что есть программа, на которую можно подать заявку и можно поехать учиться именно во МХАТе, в школе-студии МХАТ. В России театр нужнее, чем в Америке. И скорее всего, поэтому больше души в этом. И еще есть такой фактор американской культуры. В журналах, там, где находится театр, это секция или глава, или как называется? Секция, которая называется Arts and Entertainment – это все в одну кучу. Поэтому театр сравнивается с Суперболом, например. А как? Как театр может… Ну, представляете, если театр должен был привлекать такое же внимание, как и FIFA? Я не Паша. Я не профессиональный спортсмен. Комфорт – это хитрый гость, который приходит в наш дом и становится хозяином. В американской культуре, я считаю, что это случилось очень давно, вся система ценностей построена вокруг комфорта психологического, материального, в образовании и так далее. Тут это не так. И тут есть действительно зарядка для искусства. Я бы 10 раз заново изучал английский, выучил английский, чем еще один раз русский. Он настолько сложный, потому что мне приходится тогда изучать его как ребенок. Просто на ошибках. Постоянно ошибаться и постоянно не париться о том, что я якобы выучил какое-то правило, и к нему есть 37 исключений. Не возмущаться, просто вот, окей, да, надо интуитивно как-то его понять. Привет, Миша. Привет. Как дела? Все в порядке. Ты как? Хорошо. Да? Тут много сегодня, да, людей? Да, да. Мы с тоже праздником. А, да, конечно. С праздником. Спасибо. Спасибо вам. Вот этот шарик нужно выше или ниже? Супер-дупер! Был забавный случай, когда я снимал у своих друзей квартиру на Курске в Москве, и рядом со мной жили бабушки. И там очень злые бабушки были в нашем коридоре, очень злые, и они ненавидели меня. Я пытался делать все, что угодно, чтобы я вымыл весь коридор, очень-очень хорошо. Они вообще не обращали внимания на это. Они орали на меня постоянно. Мой отец шутил о русских, когда я первый раз приезжал, типа, осторожно с этими коммунистами. К сожалению, у взрослых, а-ля моего отца, остается этот маккартиизм, cold war mentality, холодная война. Остается вот мышление холодной войны. И есть некий страх по поводу коммунизма именно. Но мне было это всегда странно, потому что я приехал в 2008 году, и, ну, вроде, все в курсе, что Советского Союза давно нет. Джеймс. Мистер. Мистер Джеймс. Делингхэм. Делингхэм. А, Серега, Вячеслав, Юра, я, Крис и Женя, да, как обычно. На самом деле положительные стереотипы про русских, это про силу воли, что они могут выживать очень хорошо, что они глубоко мыслившие люди, которые уважают литературу и хорошо пишут литературу. Русские люди, когда улыбаются, они улыбаются искренне. Русские люди, когда они помогают, они помогают до конца. Мои родители очень сильно поддерживают меня и поддерживали меня тогда. Да, они знали, что мои страсти, они находятся не в каких-то социальных или политических областях, а именно в театре, и они тоже образованы, ну, достаточно, чтобы понять, что как бы источник современного театра это так или иначе Россия. Белик, Леонид. Спасибо. Собождать в Москву. Я думаю, что Москва за 13 лет моего пребывания изменилась достаточно значительно. Ну, во-первых, все курили везде. Все курили везде, поэтому выходил из любого места, у тебя одежда просто копченая. А потом запретили и перестали курить, и стало намного приятнее. Везде побывать. Потом эти все лавки были вначале везде. Разные, совершенно разные. И все было на глаз довольно грязно. Я думаю, что очень сильно почистили Москву, и парки стали чище и доступнее. Она красивее стала. В детстве я катался много, в хоккей играл, но, блин, кайфово. Кайфово быть. Мне кажется, у Москвы очень хороший транспорт. Это самый лучший в мире, потому что, с одной стороны, он не настолько дорогой, как в Лондоне или в Нью-Йорке. И, с другой стороны, он быстрее, приятнее. Метро очень приятное. Ну, это чуть ли не музей. По сравнению с Нью-Йорк, нет разговора. Привет, ребята. Садись. Ну, конечно, я хочу на Камчатку съездить, хочу на Урал съездить, хочу в тайге побывать, я хочу в Иркутск, хочу на север, на Соловки. Отгадывать цвет – это хитрый способ начать общаться по-другому. Русскими легко говорить о важном, о каком-то главном. И как будто, чем дальше ездишь на Запад, чем сложнее говорить о главном. О главном говорить с человеком может только тот, кто готов откладывать немного свою субъективность и слушать просто человека. И как будто эта субъективность становится самой главной чертой жизни на Западе. Вот моя субъективность – это реальность. Вы должны все уважать мою реальность. Это очень односторонний диалог. Почти все, включая американцев, которые побывали в России, чувствуют, что русская дружба, она серьезнее, глубже. Она не испаряется, когда сложности возникают. И это интересный фактор русской культуры. Я брал бас. Нормально? С терцией, да. Прекрасно. Не забудь шапку. Ага. Так. Ох. Я думаю, что да, я чувствую, что я обрусел. Ох. Ха. Нет. Ну, эта штука очень горячая. Это как у меня обстоятельства. Не холодность. А баня – это тоже как будто необходимость в русской зимой. Что еще? Что-то у меня смесает. Ааа. Ааа. Сегодня я готовлю свою любимую пасту. Ой, действительно, начинаю плакать. Самое главное – это, конечно, макарошки. Я обожаю Новый год, но вся эта кухня новогодняя просто меня бесит, потому что я икру не люблю. Это просто кошмар. Но пельмени очень люблю. Супы, в принципе. Все возможные супы, люблю. Я люблю гречку с грибами. Ну, такие более простые вещи, менее праздничные, наверное. Я раньше писал ежемесячно большое-большое письмо всем людям, которые поддерживали меня до моего приезда в Россию. Их было немало. Не знаю, 50-60 человек. И все досконально я все описывал, что со мной происходит в России. Потому что это было настолько удивительно всегда. А потом однажды пришел ко мне мой друг, который жил в России. Он сказал, что он раньше тоже писал такие письма. А потом все эти великолепные истории стали просто его жизнью. И он как-то перестал их писать. У меня то же самое случилось. И много-много радостей в ютишкам ты есла. У белого есть просто футболочка. Давай начнем с белого, потому что белый фон. Футболочка. Можно, да, да, можно. Это момент, когда хочется, чтобы подруга радовалась так же, как и ты, о том, что происходит только с тобой. И можно с таким, ну, предложением. Типа, я знаю, что ты хочешь. Тянет Москву, когда я в Америке. Особенно, когда я хожу в театр. Я общаюсь с некоторыми моими однокурсниками. Мне очень грустно. В принципе, театральный мир в Америке меня огорчает больше всего. Я могу жить с этой культурой. Я понимаю. Ну, у меня есть большие несогласия с тем, как Америка поступает в целом, как государство. И как американцы употребляют все на свете. И как стабильность становится все важнее и важнее для всех. И как, ну, очень, ну, все возможные диагнозы придумывают для того, чтобы чувствовать себя особенными. Но есть, когда Америка прилетает в Афганистан, это жесткая сила. Есть мягкая сила. Это Мактоналдс, например. Санкции – это между ними где-то. Когда пытаются снаружи повлиять материально, чтобы поручить, что ли. Почему до сих пор в западных кинопроектах зовут русскоязычных людей почти только на роли врага? Почему? Потому что инфантильность. Потому что люди не готовы смотреть на ситуацию, отложить, как бы, свою точку зрения и немножко всматриваться куда-то, где неудобно. Россия, я люблю тебя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова